Самого доброго утра в самой позитивной стране Евросоюза. Латвия, привет! Просыпаемся. Как по мне, так самое важное, что произойдет на этой неделе, это то, что 27-го в 3 часа Латвия выходит к памятнику свободы для того, чтобы показать, как любим мы правительство Карин Шейлевитса. И тут есть площадка для того, чтобы высказать о них все, что мы думаем. И это самое важное, потому что люди не выходят для того, чтобы поддержать Шлесарца и Юра Росликова. А люди выходят именно за то, чтобы сказать «нет» тем недоумкам, которые по сегодняшний день управляют нами и довели страну фактически до кризиса. Вот это видео больше к тому же Росликову или Шлесарцу. Ребятушки, мы не выходим, потому что мы особо там вас любим. Вы такие же самые менеджеры, как тот же Карин Шейлевитс. Просто нам не нравится то, что делает Левитс, поэтому мы именно и выйдем. Почему я в такой критичной форме говорю? Потому что вот мне пришло в голову две интересные вещички. Смотрите. Мы видели, как господин Росликов и Шлесарц выступают против сноса памятника Пушкину. Вот мы видели. Вы видели картинку и популизм. А в данный момент идет подпись на Манабалс, чтобы вы понимали. Каждый из вас, я ссылочку оставлю, может перейти в описание и подписаться против сноса памятников, не только Пушкину. Еще раз повторюсь, там внизу ссылочка под описанием или сам на Манабалс заходишь, там идет петиция против сноса памятников. Вот это юридическая процедура. То есть мы сейчас наберем 10 тысяч человек и остановим этот беспредел. И вы видели, чтобы Шлесарц или Росликов кому-то сказали из своих, скажем так, почитателей, чтобы они перешли на Манабалс, подписались против сноса памятников Андрея Упицу, не помню еще там из головы кому, и господину Пушкину. Вот я этого не слышал. Я так подозреваю, что если эта петиция, например, создана не Росликовым и не Шлесарцем, то она неинтересна. То есть мы здесь говорим не о целях и задачах, я не хочу, чтобы сносили ни один памятник в моей стране, ни один. Поэтому я захожу и подписываюсь. И то же самое, казалось бы, господин Росликов и Шлесарц должны были декларировать, потому что это юридическая процедура, а не популизм. Но допустим, что они сейчас заняты организациями митингов будущих, и им тупо сейчас не до этого. Вот такой момент тоже не исключен. Следующий момент сейчас выскакивает, как черт из табакерки, это господин Еремеев, Таутас Вараспекс. И он кричит, что господин Росликов и Шлесарц не берут трубки, а, оказывается, у тебя их номер телефона, да? И получается, что он готов тоже своих поклонников вывести на улицу для того, чтобы они все вместе сказали этому правительству нет. И вот что удивительно, что здесь господин Еремеев нежелателен. С одной стороны, может быть, и не нужно его, с его непопулярными акциями соглашусь. А с другой стороны, ведь мы же зовем людей на улицу, какая разница каких людей, будь это тракторист, будь это Еремеев, или будь это кулинар из Максима. Это мы все люди, и мы все живем в этом государстве. Мы же ведь друг друга не будем разделять по политическим партиям, по каким-то мотивам или мыслям, если мы против этого правительства. Не лишний напомнить, что я приду, но я не приду к Росликову, я не приду к Шлесарцу. Я приду за целью, которую они декларируют. Это важно понимать. Вот, и тем, кто не собирается идти на этот митинг, я бы советовал прийти для того, чтобы со мной попить кофейку и поболтать. Не к Шлесарцу и не к Росликову. Для всех остальных, ребятушки, ссылочка внизу приложена. Давайте будем эффективными работниками, эффективными предпринимателями, эффективными. И все, что не имеет эффекта, а имеет просто болтовню, то характеризирует тебя как просто бала-бала. Поэтому пожелаю вам ставить реальные цели и задачи и достигать их каждое утро. И все вместе, мы вот много-много маленьких человечков, у нас миллион восемьсот. Если мы каждое утро будем немножечко думать о Латвии, потом думать о своей семье и не думать о других глупостях, у нас все получится. Личная просьба внизу, ссылочка. Перейди, пожалуйста, на ManusBals и подпишись против сноса памятников в этой стране. В этой стране надо только строить. Только строить и созидать, и ничего ломать и сносить. С вами был Владимир. На сегодня все. Всем пока. И напомню тебе, что кто у нас самая позитивная страна Евросоюза, в которой живут только четкие и добрые люди. Просыпаемся. Всем добра.